Если вы помните, Баталов и начинал с ролей работяг. Большая семья, дело Румянцева. А потом, к удивлению публики, перешел на Гурова. Было время, когда даже шли споры, с чего это Баталов вдруг в экранизации Чехова снимается. А другие говорили, да правильно, что он играет Гурова с такой внешностью. А потом Баталов начал играть уже только таких, как Гуров, интеллигентов. Я, когда предлагал ему роль Гоши, как раз имел в виду, что играть он будет работягу. Но за ним потянется шлейф из интеллигентных его ролей. Поэтому получился образ многослойный. Такой оказался любимец женской публики. Нет, такого случая я не видел. Но Гоша тоже необычный рабочий. Я придумал его сам, он в черновиках сценария вообще на стройке работал. А я его перевел в другой ранг, смеется. Прочел, что есть такие уникальные рабочие, которые сотрудничают с физиками-экспериментаторами, создают для них какие-то редкостные устройства. И слесарь становится уже соавтором физика. А подожди-ка, здесь можно сделать вот так. Гоша – это золотые руки и золотая голова. Поэтому он знает историю Рима и Т. Д. Мужчины лучше рассказывают о женщинах, точнее, правильнее, беспощаднее. Самые пронзительные произведения про прекрасный пол написаны мужчинами. Однако загадка сия великая есть. До конца мужчине женщину невозможно узнать. Когда Льва Толстого спросили, что он думает о женщинах, тот ответил, а вот стану на край могилы, скажу, прыгну в гроб и накроюсь крышкой. Писатель это в сердцах сказал, конечно. Про слабый пол он много знал. А то, что женщины знают про самих себя, это тем более неправда. Так называемые женские романы, женские фильмы я не люблю, они не отражают женщину. На церемонию Оскара 1981 год Владимира Меньшова не выпустили. Я считался неблагонадежным и был невыездным. Почему? Причину никто не объяснял, вспоминал Меньшов. За наградой вышел Аташе по культуре советского посольства. На следующий день во всех американских газетах было написано, что Оскара получил работник КГБ. Снимался фильм в 1970 году, а события первой серии происходят в Москве 1950-х. Нужны были символы послевоенного периода. Ими, безусловно, являлись сталинские высотки. Однако режиссер пошел на своеобразную подмену. По сюжету Катерина, Вера Алентова и ее подруга Людмила, Ирина Муравьева, переезжают на некоторое время в квартиру профессора Тихомирова. Героини открывают дверь подъезда дома 1 на ПЛ, восстание, нынешняя Кудринская площадь. А когда они оказываются внутри, мы видим фойе уже другой высотки, на Котельнической набережную, Д1-15. Людмила со своим будущим мужем, хоккеистом Сергеем Гуриным, Александр Фатюшин, знакомится в метро на Новослободской, движение на которой было запущено в 1952-м. В фильме «Следующая станция после Новослободской. Охотный ряд». Этот киноляп самый обсуждаемый в фильме. В кадр попала и правда жизни Иннокентия Смоктуновского. В театре киноактера проходит фестиваль французского кино. Катя и Людмила стоят у красной дорожки и спрашивают у идущего мимо них Иннокентия Смоктуновского. Как ваша фамилия? Моя фамилия вам ни о чем не говорит, я начинающий актер. Но отвечает Смоктуновский. Барышни переглядываются, и героиня Муравьевой замечает, поздновато начинаете. Действительно Смоктуновский начал сниматься в кино в 31 год. Коммуналка, в которой жил Гоша, настоящая. Располагалась она в одном из старых домов в Лялином переулке, где шел капитальный ремонт с отселением. Там снимали сцены, в которых Гоша грустит и выпивает. Кимчистка, в которой работала Людмила, тоже настоящая. Чайка на улице Зорге. Владимир Меньшов. Мужчины лучше рассказывают о женщинах. Этот фильм давно уже растащили на цитаты. Актеры, сыгравшие в нем, стали кумирами. Легендарная «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова отмечает 40-летний юбилей. Премьера мелодрамы о трех провинциалках, приехавших покорять Москву, состоялась на советском телевидении 11 февраля 1980 года. До этого лента шла в кинотеатрах и стала лидером проката «1980 год» в СССР. Ее посмотрели 90 миллионов зрителей. А в 1981 году фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и госпремии СССР. Режиссер Владимир Меньшов вспоминает, как проходила работа над картиной. «В случае с фильмом «Москва слезам не верит» все происходило так. Я был дурак, молод и не очень понимал, что устроил Вере настоящее испытание. Я вообще думал, что она не подходит для этой роли по многим компонентам, в том числе по возрасту. Хотел, чтобы у меня играли Ира Купченко или Маргоша Терехова, хотя они не намного младше Веры. Но они отказались. Поэтому Веру я попросил пройти пробы наравне с другими актрисами. Только потом до меня дошло. Конечно, если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, потому что они были суперзвездами в то время. Но в итоге для Веры все сложилось счастливо. Да и для меня. Она сыграла превосходно оба возраста своей героини. Да, горжусь. Там сработало многое. Потому что это не умом сделанная картина, а интуицией и чувствами. Я почувствовал эту историю, что тут может что-то получиться. Хотя выбрал этот сценарий довольно холодным умом. Сознательно пошел на риск, несмотря на то, что меня отговаривали. Мне говорили, до тебя это все было. Много раз такое снимали. Это мятый пар. Мятый пар – есть такое выражение. Но то, что во мне существовало, что мне дали воспитание мое, среда, в которой рос, люди, которых я знал, книги, которые читал, фильмы, которые смотрел, они все вместе подсказали мне этот выбор. И фильм оказался так необходим зрителям. Я, кстати, в таком ощущении снимал, что это будет очень интересно людям. В общем, я снял картину, потом сумел это сформулировать, которую сам давно хотел посмотреть. А это умом не делается. Это делается каким-то общим всплеском организма. Вот вы говорите, фильм разобран на цитаты. Но реплики, которые запомнились, это только первый слой картины. Главное же там судьбы героев, которые соприкасаются со зрительскими судьбами, и они вспоминают своих знакомых, друзей и родителей. У всех что-то похожее происходило в жизни. Поэтому отклик зрительский получился таким феноменальным. Фильму «Сорок лет». Повышает голос. «Сорок лет». Это как если бы в 1975 году разговаривали о Чапаеве, победившем на Ай Московском кинофестивале в 1935-м. Чапаев – великая картина, но в 1975-м она уже не давала такого зрительского отзыва, какой дает и сегодня Москва. Нет, это неправильно. Не надо об этом думать, когда снимаешь картину. Это сейчас стало общим местом среди молодых ребят. Мы на «Оскара» снимаем. А потом не могут зал собрать в кинотеатре, какой уж там «Оскар». Да и на «Оскара» ленту посылал не я, а руководство Союза кинематографистов. Тогда не было никакой «Оскаровской комиссии». Решение это было принято на тайном заседании. В основном оно было продиктовано тем, что картина чрезвычайно понравилась Политбюро и лично Леониду Ильичу Брежневу. Поэтому они решили с Генсиком не спорить, а послать картину, будучи при этом уверены, что она обречена на провал. А она получила этого «Оскара». Продолжение следует...